Древний, но вечно молодой курс. С тех пор, как поливали его землю селинтёвые дожди, прошло полгода. 1993 год. Съёмка Анатолия Богомолова. А за полвека до этого он начал свой боевой путь. Воевал на Воронежском и Сталинградском фронтах, на Южном Сахалине и Курильских островах. А потом увлёкся фотографией, освоил операторское искусство, окончил в ГИК и приехал в Курск. Работал в Курпункте Ростовской студии документальной кинохроники. Анатолий Иванович Богомолов снял около тысячи сюжетов о героях войны, о героях труда, тружениках тыла, целую серию жанровых кинозарисовок. Он вёл репортажи с места важных событий. Его операторская работа «Маленькие эпизоды большой войны» в советское время пользовалась огромной популярностью. На телевидении она очень часто транслировалась. Старая плёнка, видеокамера, фотоаппарат в музее хранятся личные вещи Анатолия Богомолова. На выставку пришла и его внучка Елена Обыдиных. Самые яркие воспоминания детства связаны с дедушкой и его работой, признаётся женщина. Дедушка нас иногда брал с собой на свои съёмки. Потом, когда показывали на экране, это перед фильмами, мы очень гордились и воображали, что именно дедушка наш снял. Какой-то был репортаж у него про сельское хозяйство. Я сейчас не скажу, какой район, потому что я была маленькая. Но это было очень интересно, потому что мы видели комбайн, когда были маленькие, лазили по этому комбайну, изучали его. Бесценные кадры, фотографии юных защитников Родины, но уже взрослых, возмужавших. В прошлом в музее часто бывали такие гости. И Анатолий Богомолов делал их снимки, собрался целый альбом. Сейчас, конечно же, большинство из этих людей уже нет в живых. Но память, запечатлённая в фотографиях, она, конечно же, остаётся. И огромное большое спасибо мы бы хотели за это сказать Анатолию Ивановичу Богомолову. Нашему верному другу и помощнику. Нет уже и самого Анатолия Богомолова. Почти 30 лет назад он ушёл из жизни, оставив потомкам многочисленные фотографии и кинохронику. Бесценное историческое наследие. Ангелина Рязанцева, Анастасия Шугаева, Семён Ковтанёк. События дня.